За последние шесть лет очень радикально ухудшилось положение родных языков, национальных языков России в сфере образования. В 2010 году были приняты новые государственные образовательные стандарты для всех уровней образования. И что мы получили? Если до 2010 года учебный план школы состоял из трех частей, в первую часть входили предметы, которые относились к так называемому федеральному компоненту. То есть те предметы, которые контролировал, содержание которых определяло, федеральное министерство образования, математика, изобразительное искусство, музыка, иностранный язык и так далее. Вторая часть учебного плана, на нее отводились только часы, пять часов в неделю. И назывался этот раздел национально-региональный компонент. И каждая республика в составе России, и не только национальная республика, каждый субъект Российской Федерации мог наполнить этот раздел теми предметами и в том объеме, в заданном лимите, который он считал нужным. Именно поэтому в 2000-е годы, в нулевые годы, мы смогли, я имею в виду в частности Северная Осетия, обеспечить достаточно солидное количество часов на изучение родного языка. То есть, как правило, это было пять часов в неделю. Мы смогли поставить культурологические предметы, традиционная культура Осетии, историю Осетии, географию Осетии. Третий компонент – это школьный компонент. Каждая школе предоставлялся один час на углубленное изучение тех предметов, которые он посчитает нужным, исходя из специфики самого школы, если того, с углубленным изучением кода предмета или каких-то региональных особенностей. Принятый в 2010 году федеральный государственный учебный план аннулировал просто раздел национально-региональный компонент. И в самом федеральном компоненте включил предмет, который называется родной язык, определив для него три часа в неделю. И что же мы получили? Мы получили, во-первых, урезанные почти на 40% учебное время для изучения родного языка, раз. Во-вторых, мы лишились абсолютно полномочий по вмешательству в этот вопрос, потому что предмет родной язык перемещен из сокращенного национально-регионального раздела в раздел федеральный, который контролирует и полностью подчинен только федералам. Мы не имеем права ни больше, ни меньше, мы не имеем права вообще там ничего трогать. Более того, мы пока это ощутили только на объеме часовного изучения языка. Кстати говоря, это очень сильно ударило по нашей учебно-методической базе. Дело в том, что были потрачены годы, 10 лет были потрачены на то, чтобы разработать более или менее подходящие к современному уровню методики, скажем, кругозора детей. Общие культурным задачам учебники осетинского языка нового поколения. Они были разработаны и для владеющих, и для не владеющих. Они были изданы, они поступили в школы. И теперь мы столкнулись с той проблемой, что мы сами теперь оказываемся вредителями, потому что учебники рассчитаны на 5 часов. А субъект на местном уровне законодательно никак не может повлиять на эту ситуацию? Вы не можете добавить в школу 4-5 мид образования, чтобы дополнительно? Нет. Есть один выход, о котором я сейчас скажу. Увеличить количество на предмет родной язык мы не можем. Это федеральный предмет, и мы его трогать не можем. Даже если бы мы хотели один час сделать, то тоже не можем. И пять не можем. Это федеральный класс. Это понятно, это за все помимо этого. Но сохранился час образовательного учреждения в учебном плане. Но в том, как мы распоряжаемся этим дополнительным часом, опять проявляется общая тенденция и общий подход к этому вопросу. Если проанализировать, на что уходит этот час школьного компонента, то можно только поразиться фантазией директоров школ, в ведении которых этот час находится. Они готовы отдать этот час на домоводство, на труд своему девелю, своей невестке или подруге, на что угодно, но не на осетинский язык. То есть абсолютное большинство школ этот час используют не в интересах республики, не в интересах своего народа, а в каких-то частных меркантильных интересах. Но проблема заключается в том, что федеральный закон об образовании и государственные образовательные стандарты предписывают распоряжение этим дополнительным рабочим временем только образовательному учреждению. И отказывают в этом органу управления образованием субъекта федерации. То есть, например, министерство образования не имеет права издать приказ, чтобы этот час был отдан на изучение стандарта языка. Безвыходно? На мой взгляд, нет. Дело в том, что все мы, живущие и в этой республике, и в этой стране, прекрасно знаем, как легко, если очень хочется, можно сделать то, что делать нельзя. и когда мы знаем, что наши несчастные учителя, чем они занимаются во время предвыборных и выборных кампаний, чем они вынуждены заниматься, директора школ в этот период и так далее, то есть, при желании мы умеем выкручивать руки в целях далеко не столь исторически важных и судьбоносных. А вот там, где это действительно можно было бы и властью злоупотребить, мы на это не идем. В конце концов, я думаю, что на хорошем государственном республиканском уровне можно было бы собрать директорский корпус на совещание и просто внушительно поговорить. поговорить о состоянии осетинского языка, поговорить о том, что мы за три часа никогда не сможем ничему нормально учить, и у нас есть вот этот резерв. И проводящий такое совещание руководитель мог бы сформулировать мысль о том, что он очень надеется, более того, он даже проследит за тем, насколько присутствующие в зале директора школ способны принимать в расчет интересы своей республики и своей нации. Однако этого не теряется. Таким образом, сейчас мы вновь собрали рабочие группы, которые авторов и на ходу сейчас переделываем наши учебники осетинского языка сокращая их содержание на практически 40%. Другого выхода нет, потому что учебник, рассчитанный на 5 часов в неделю, это порядка 160 часов в год, при этом они пройдут всего 120 уроков. Куда пойдут 50 уроков, материал 50 уроков? Он зависнет в воздухе. И перейдя в следующий класс, ребенок не сможет учиться по учебнику следующего класса, потому что не усвоил 40% программы предыдущего класса. Никого это все в федеральном центре не волнует и не интересует. Куда делись эти часы? Почему это вообще было сделано? Часы же были, были же 5 часов. Общее количество часов не изменилось. А дело в том, что мы до сих пор, я имею в виду, российская система образования бездарно тратила 3 часа в неделю на изучение иностранных языков в обычных школах. Бездарно в обычных школах. Разве не так? Я не видел выпускников обычных школ, которые без репетитора могли или освоили иностранные языки. Так вот теперь столь же бездарно мы тратим это же количество часов, но уже начиная со второго класса, полагая, что это существенно изменит результат. На самом деле результат не меняется. А часы были отданы на изучение иностранного языка. Сейчас возник вопрос о введении в обязательном формате изучения второго иностранного языка. они один не могут выучить. Предложите руководству астинский язык перевести в плоскость иностранных языков. Будем изучать? На самом деле есть ресурсы. На самом деле есть ресурсы. Я еще раз говорю, что при желании, во-первых, можно час, можно принудительно, добровольно обеспечить использование одного часа школьного компонента как дополнительный час на изучение осетинского языка. Раз. Во-вторых, введение этих новых госстандартов дает возможность и обязывает еженедельно проводить 10 часов вне классной работы в каждой школе, в каждом классе. Причем по разным видам деятельности. Проектная, разные виды деятельности. Кружковая работа. Вполне возможно продумать вариант того, чтобы в каждой школе просто обозначить как кружок осетинского языка и проводить один раз в неделю те же занятия в виде кружка. Что невозможно? Да, абсолютно все это возможно. Более того, все это многократно предлагалось руководителям разного ранга республики, в том числе и руководителям Министерства образования. Но, поскольку встречного движения нет, и когда оно появится, непонятно, мы все-таки сейчас, авторский коллектив, вынуждены пересматривать учебники с тем, чтобы самим не вредить образовательному процессу. чтобы обеспечить хотя бы соответствие количества часов, количество материала, который будет в учебниках, чтобы не было сбоя в образовательном процессе. но если вот эти проблемы мы сейчас ощущаем только применительно к асетинскому языку, да, кстати, здесь есть еще один важный аспект, очень важный аспект, о котором, к сожалению, одни не задумываются, и, к счастью, не подозревают другие. дело в том, что в учебных планах до 2010 года как я напомню еще раз, был раздел национально-региональный компонент, и его заполняла сама республика, и там вставлялся предмет осетинский язык, осетинская литература, история Осетии, традиционная культура осетин, география Осетии. Теперь нет этого раздела. В федеральном компоненте написан предмет родной язык. А теперь давайте попробуем представить себе ситуацию, что какой-нибудь родитель не осетинской национальности вдруг задается вопросом, а, собственно говоря, почему мой сын Хачик или моя дочь там Ваха изучают осетинский язык? На каком основании? А не на каком. то есть если завтра в республиканскую или федеральную прокуратуру поступит письмо о том, что в Северной Осетии неправомочно заставляют изучать осетинский язык людей не осетинской национальности, никаких контрдоводов у нашей республики не будет. потому что в учебном плане федеральном написан предмет родной язык. Это означает, что по большому счету должно быть так, что, например, 21-я школа выбирается в качестве базовой школы с этнокультурным армянским компонентом, и все желающие родители армянской национальности могут возить в эту школу своих детей, где за счет часов родного языка им будет преподаваться армянский язык. Но тогда возникает вопрос, а как же государственный статус осетинского языка? А никак. Значит, республик, сколько докладных, сколько служебных писем было направлено руководителям республики с этим предостережением. до тех пор, пока не будет принят республиканский закон о государственных языках, у нас в республике нет ни одного юридического документа, на основании которого мы могли бы сказать, да, они будут изучать и будут изучать осетинский язык, поскольку это государственный язык республики Северная Осетия. Мы все говорим о том, что у нас два государственных языка и государственный статус осетинского существует. Но это прописано только в Конституции. Статья 15 нашей Конституции гласит о том, что государственными языками республики являются осетинский в скобках иронский игорский диалект и русский язык. Но обеспечение государственного статуса предполагает принятие целого ряда законов и подзаконных актов. В Федеральной Конституции тоже написано, что государственным языком страны является русский язык, но тем не менее принят очень важный и постоянно обновляемый закон о языках народа в Российской Федерации. И кстати говоря отдельный закон о государственном языке Российской Федерации то есть закон о русском языке специально существует. Отдельно все это прописано в законе образования. Так вот непринятие этих законов лишает нас каких-либо аргументов в случае если такая волна поднимется. то есть это что что это такое что это